В 1992 году состоялся первый в России супермарафон Владивосток-Санкт-Петербург, уникальный по протяженности и сложности маршрута. Старт проходил в апреле в столице Приморья. Марафонцам предстояло преодолеть 11 тысяч километров не самых лучших дорог, пересечь 7 часовых поясов. И что самое поразительное, участники этой необычной, не знающей аналогов в стране экспедиции, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса, инвалиды. Почти за 7 месяцев Александр Сухан, краснодеревщик из Украины, Юрий Шаповалов, учитель музыки из Магадана, Евгений Калычков, часовщик из Новокузнецка. В спортивных инвалидных колясках проехали через всю страну, от восточного ее побережья до западного. Толкая колеса руками, превозмогая физическую усталость, невзирая на погодные условия, на мокрый или обледеневший асфальт, инвалиды-колясочники преодолели не только очень длинную дистанцию. Они подтвердили, что для человека нет ничего невозможного. Своими достижениями они доказали, что слово «инвалид» не должно звучать как приговор. За каждым из этих ребят стояли травмы, которые сделали их инвалидами. Многочисленные операции, а потом месяцы и годы тренировок. Ведь спортсменами они стали уже после того, как сели в инвалидные коляски. Девизом этого супермарафона стал девиз программы, провозглашенной Организацией Объединенных Наций. «Общество для всех». Организатором и идейным вдохновителем супермарафона «Владивосток-Санкт-Петербург» стал Дмитрий Шпаро, известный в России и в мире путешественник. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как первый среди смельчаков, достигших на лыжах Северного полюса. Тогда, в начале 90-х, человеку, не единожды побывавшему в Арктике, захотелось повернуть общество лицом к проблеме инвалидов. И поэтому созданный им в 1989 году благотворительный фонд занялся реабилитационными программами для людей с ограниченными возможностями. Из книги Дмитрия Шпаро. «Я думаю, что все мы, здоровые, жили и продолжаем жить в придуманном мире, где инвалидов нет. Нам удобно такое существование, и мы не хотим даже малостью, общением разделить с увечными их больное состояние». Пусть они общаются между собой. Как хорошо, что государство помогает им. Прекрасно, что идут фильмы с титрами, и некоторые телевизионные передачи перекладываются на язык немых. Можно подать милостыню, можно пропустить без очереди, можно перевезти через улицу. Что еще? Дмитрий Шпаро надеялся на то, что после супермарафона 1992 года в обществе начнет меняться отношение к инвалидам, как к людям второго сорта. Никто ведь не застрахован от того, что в какой-то момент сам может оказаться в инвалидном кресле. Так почему же проблемы людей с ограниченными возможностями должны замалчиваться и скрываться от общества? Но главное, чего хотелось в Шпаро, это чтобы люди с физическими отклонениями смогли понять, что они могут изменить свою жизнь. Через два года после первого супермарафона в 1994 году состоялся уникальный по своей задаче марафон инвалидов-колясочников в Санкт-Петербург, Алма-Ата. Его маршрут в 9 тысяч километров пролегал по 15 государствам, бывшим республикам Советского Союза. Каждый из 15 участников, инвалид первой группы, представлял свою страну. Возраст от 21 до 46 лет. Это была команда, которая отправилась под флагом ООН в сложнейшую экспедицию на российских колясках с ручным приводом и 12 скоростями. Цель – добиться реальных прав для людей, выбитых судьбой из седла и доказать, что границы – не помеха для взаимопонимания. На трассах колясочники двигались в шахматном порядке, чтобы избежать столкновений, если вдруг кто-то резко затормозит. В команде были опытные спортсмены, такие как капитан Александр Сухан, участник марафона «Владивосток-Санкт-Петербург», и те, кто до этого передвигался только на костылях и впервые сел в спортивную трехколесную коляску. Пересекая границы между государствами, проезжая по зонам приграничных конфликтов, по территориям, где недавно отгремели войны, марафонцы неизменно встречали теплый и душевный прием, цветы, угощения, концерты детей, слезы родственников и друзей. Тогда же возрождались чувства, близкие и понятные всем. Верить в завтрашний день. Я на основании вот этого, вот, и, можно сказать, доберусь вот этих результатов. То есть я всегда верю, что, да, сегодня мне трудно, но завтра я это преодолею, и будет легче. И так с каждым днем все лучше и лучше. Я верю в завтрашний день. Прежде всего, это вера. Вера, надежда, ну и, конечно, любовь. Высокогорье Грузии и Армении, пустыня Каракум. В Таджикистане – Шахаристанский перевал высотой 3400 метров с серпантинным спуском в долину реки Зеравшан. Двигаться пришлось в совершенной темноте, нащупывая путь в свете фар-машин сопровождения. Участники марафона были на грани человеческих возможностей, но они не могли сойти с дистанции. У каждого из них была не только личная цель – преодолеть себя, но и общая, волнующая всех. У нас сейчас очень большая несправедливость именно к тем людям, которые по каким-либо причинам попали, скажем, в мою ситуацию, в мое положение. Ну, скажем так, стали инвалидами. Я просто хочу бороться за их права и по мере возможности хоть что-то сделать, чтобы была хоть какая-то справедливость. В команде 15 человек, только двое с утробой матери вышли инвалидами. Остальные – кто-то на работе, кто-то спасает чью-то жизнь, у кого-то пулевое ранение. Это все говорит о том, что все мы ходим под Богом. Наконец, долгожданный финал, перед которым порой даже техника не выдерживала, но марафонцы успели день в день. Но это была не точка, а многоточие. И для участников марафона, и для его организатора Дмитрия Шпаро, который понимал, что нельзя останавливаться на достигнутом. Показали людям, что мы такие же, как все здоровые. Показали тем ребятам, которые сидят дома на инвалидных клясках, чтобы они почувствовали, что они такие же, как и мы, чтобы они не стеснялись, не боялись ничего, трудностей. Когда преодолеваешь их, чувствуешь себя человеком. Сделать инвалида счастливее, реализовать его возможности, доказать ему, что он сам способен открыть для себя мир по-новому. Такие задачи и сегодня ставят перед собой известные путешественники Дмитрий Шпаро и его младший сын Матвей. И тогда, в начале 90-х, да и сейчас для многих остается вопросом, зачем эти всемирно известные люди взялись за решение столь сложной и не особо популярной задачи. А началось все в 1979 году, когда Дмитрий Шпаро вместе с журналистом Владимиром Снегиревым делали в газете «Комсомольская правда» полосу «Твой полюс». Они рассказывали о людях, жизненный путь которых был освещен мечтой и достичь полюса новых возможностей. Среди героев было много людей, преодолевших психологические комплексы и физические недостатки. Борьба с официальной позицией, на страже которой стояли чиновники от «Комсомола», не желавшие публиковать материалы о коллегах, подвигла Дмитрия Шпаро серьезно заняться вопросом положения инвалидов в нашей стране. Сегодня только еще создается более открытая и комфортная среда для инвалидов. Им по-прежнему нужна помощь для полноценного развития и общения, получения образования и работы. К сожалению, девиз первых супермарафонов «Общество для всех» все еще остается девизом в нашей стране, а не реальностью. Дмитрию Шпаро и его сыну Матвею, который пошел по стопам отца, хорошо известно, как открываются люди в совместных путешествиях. Отныне в каждую свою экспедицию они стали брать людей с ограниченными возможностями. Ведь путешествие совершается не ради чистого приключения, но ради приключения со смыслом, с отдачей, с пользой. Результат не заставил себя ждать. В путешествии в Гренландию в 2000 году вместе с Матвеем Шпаро и Борисом Смолиным участвовал Барнаулиц с травмой позвоночника Игорь Кузнецов. Вместе они преодолели 660 километров от восточного побережья Гренландии до западного, приблизительно по широте полярного круга. Шли 43 дня в полной изоляции от мира при температуре минус 25-30 градусов. Планировалось проходить в первые дни по 5-7 километров, потом по 10-12, а перед финишем по 15-18. Но погода спутала весь график. Задули такие страшные ветры, что нормально двигаться удавалось только по полтора часа в сутки. К тому же в первые пять дней переболели все участники экспедиции. Наконец подули попутные ветры, и путешественники достали парашюты, с помощью которых продолжили движение. Сложнее всего пришлось Игорю Кузнецову. Держать равновесие ему было особенно тяжело, так как в обычной жизни он передвигается в инвалидной коляске. Новым препятствием стал ледник, спускающийся на землю, не похожий ни на один горный. Ближе к финалу экспедиции с каждым километром становилось теплее, снег залеплял лыжи. Пришлось перейти на ночной режим движения и победно завершить путешествие. Впервые в истории Гренландия поддалась человеку, который не может ходить. Преодоление высочайшей горы Северной Америки Маккинли на Аляске состоялось в 2002 году. Девять профессиональных альпинистов и два инвалида, Игорь Ушаков из Курска и Григорий Царьков из башкирского города Кумертау, поднялись на высоту в 6194 метра. Там суточный перепад температур составляет 60 градусов, а каждый участник экспедиции тащил по 150-160 килограммов груза. Общий вес составил около двух тонн. Одной только веревки 4 километра. Эта экспедиция умудрилась впервые в истории использовать для подъема инвалидов на Маккинли участок, по которому обычно спускают тех, кому на вершине становится плохо. Оба эти путешествия и в Гренландию, и на Маккинли стали не только социальными акциями, но и мировыми супердостижениями, выдающимися полярными экспедициями. Винтрий Шпаро в процессе работы со взрослыми инвалидами думал и о том, что можно сделать для детей с ограниченными возможностями. Как раскрепостить их сознание, помочь избавиться от комплексов и чувство одиночества? Как более эффективно ввести таких детей в социум? Он искал метод, который сработал бы в российских условиях. Тут и сказался опыт полярных путешествий. Дмитрий и Матвей Шпаро, не раз отправляясь в Арктику, имели долгое и серьезное общение с ездовыми собаками – хаски, которые абсолютно преданы человеку. Эти собаки отлично понимают людей. Поэтому именно хаски, по мнению Шпаро, прекрасно справляются с помощью в адаптации детей-инвалидов. Человек впервые пришел на Северный полюс на собачьих упряжках, и человек впервые пришел на Южный полюс по Антарктиде, тоже на собачьих упряжках. Таким образом, можно было бы вообще собаке поставить специальный памятник, потому что она помогла сделать величайшее открытие в начале 20 века. Потому что вот если, например, в 1960 году величайшее открытие на Земле было то, что Гагарин улетел в космос, то вот величайшим открытием в 1908 году было открытие Северного полюса, которому человечество шло в течение трех столетий. Конечно, Нишпаро придумали вид лечения и реабилитации при помощи собак, которая в научном мире получила название канистерапией. Но именно они в 2000 году создали в Карелии спортивно-оздоровительный лагерь, куда круглый год и зимой, и летом приезжают дети-инвалиды для лечения и общения, обучения и отдыха. А главный помощник в этом – собака Хаски, которая отдаст вам себя всю. Потому что она не может иначе. Основное отличие этих собак от многих других пород – неповторимые голубые глаза. Увидев эту собаку, на ум приходят две их основные характеристики – легкость и быстрота. Значит, как одевается шлейка? Говорит, нужно взять собаку, зажать ее двумя ногами. Вот, это не для того, чтобы она не вырывалась, это для того, чтобы это для нее сигнал, что вы ее будете сейчас одевать. У Хаски независимый характер. Правда, есть некоторая недоверчивость, но у них отсутствует агрессия и защитный инстинкт, который присущий сторожевым собакам. По натуре Хаски очень чистоплодные. У них нет запаха, а еще очень красивая шерсть различных оттенков. Еще в далеком 1960 году американские детские психиатры заметили положительную реакцию пациентов-детей, которые приходили на прием к врачу со своими собаками. С тех пор метод, включающий в себя общение с собаками, используется для лечения таких заболеваний, как детский церебральный паралич и аутизм. И не только. С той стороны очень страшно было, но потом очень классно. Не упала ты оттуда? Нет, я тоже думала, боялась, упаду, потом ненормально. Сегодня в России у детей-инвалидов появилась уникальная возможность общения с собаками, пусть и не на очень длительный срок. В Карелии, в лагере Шпаро, питомники постоянно живут 60 хаски. Их поведенческие особенности делают лечебный комплекс совместных упражнений и повседневного общения детей и животных одним из самых эффективных видов реабилитации. Хотим бежать вперед. Где команда хай? Сотрудники лагеря, да и сами его организаторы, изо дня в день наблюдают, как канистерапия помогает развитию умственных и эмоциональных способностей, улучшению двигательных функций и моторики. Особенно вот это заметно, например, со слабослышащими детьми, которые очень плохо некоторые разговаривают, да, когда они идут с ними в поход, собака, собака же не понимает язык жестов, и им все равно нужно стараться и говорить команды, хотя обычно в обычной жизни они стесняются разговаривать, да, потому что у них это не очень хорошо получается, а тут они все равно привыкают и говорят тем же собакам команды. Потом с ребятами, у которых какие-то нарушения, ну, которые плохо ходят, да, еще что-то тоже, они проходят многие походы именно с собаками, стараются как-то там их догоняют, стараются их удержать, еще что-то. Приезжал один мальчик, он вообще прошел весь поход с собакой на костылях с одной ногой. Собаки, чувствуя свою необходимость, оказывают неоценимую помощь детям, беря на себя роль воспитателей. А благодарные дети отвечают им взаимностью, любовью и лаской. У многих из них появляются любимцы, о которых они помнят, встречу с которыми постоянно ждут. Ребята приезжают совершенно разные, приезжают здоровые дети, приезжают социальные ребята, приезжают в разной степени с ограниченными возможностями ребята, да, кто-то по слуху, кто-то по зрению, кто-то с какими-то нарушениями опорно-двигательного аппарата. Работать приходится со всеми, они с огромным удовольствием приезжают. Сначала многие боятся приезжать, потому что считают, что не справятся с походом, с собаками, с какими-то такими условиями. Но в процессе, когда вот мы с ними продолжаем работать, когда они знакомятся с собаками особенно, они расцветают. Ребята выбирают собак, которые на них похожи. Вот. И потом уже их, если они даже сначала побаиваются, заходят в вольер или просто подойти к собаке, то потом их уже просто не оттащить. Они с удовольствием подходят, там дискают, их постоянно спрашивают. Когда возвращаются домой, они интересуются, как дела у их друзей, как они поживают. Приезжают в Карелию и дети из детских домов, трудные подростки, лишенные родительской ласки, с недостаточно развитыми навыками общения. Зачастую у них почти отсутствует чувство настоящей дружбы, любви, заботы. А общение с Хаски, повседневный труд в питомнике, пусть ненадолго, заставляют проявлять теплые, а порой и нежные чувства к братьям нашим меньшим. Дети очень рады тому, что есть кто-то, о ком можно позаботиться. Главным событием в жизни обитателей лагеря становится путешествие. Именно в путешествии дети обретают новых друзей, получают заряд общения, сплачиваются и становятся командой. Юные путешественники постигают азы туризма. Как раздобыть дрова и развести костер, поставить палатку, и организовать ночлег. Как приготовить пищу на костре. Конечно, взрослые Дмитрий Шпарой и Матвей назовут это обычным туристическим походом, получением первых навыков. Но для детей с ограниченными возможностями это большое и незабываемое приключение, о котором они будут помнить всю жизнь. Не случайно многие дети, попавшие в этот лагерь, повзрослев, возвращаются и становятся его сотрудниками. Я с 2006 года уже сотрудничаю с лагерем «Большое приключение». Начиная с участника, я приехала туда первый раз в поход самостоятельно в качестве ребенка, и потом меня это дело затянуло. Уже с 2012 года я работаю тут инструктором на постоянной основе, и круглый год практически нахожусь в Карелии. Занимаюсь с собаками, с детьми, ходим в походы. Очень важно, что проблемами детей-инвалидов, учеников из коррекционных учебных заведений, трудных подростков, занимаются профессиональные и многоопытные путешественники, испытавшие себя в экстремальных условиях Арктики. Они понимают, что для человека нет ничего невозможного. Поэтому в их подходе и отношении к детям нет сюсюкания и заискивания. Есть повседневная работа и отдача, вера и искрение. И дети это чувствуют. После того, как я стал уже профессиональным путешественником, было ощущение, что нужно делиться своими знаниями, своим опытом с детьми. Причем, на самом деле, неважно с какими. С любыми детьми. С бедными, с богатыми, со здоровыми, с ребятами, у которых какие-то существуют ограничения по здоровью. Но я, в общем, честно могу сказать, более-менее все дети равны и одинаковы. Они все хорошие. Вообще, я считаю, что нет, например, плохих детей. Есть, может быть, наше неправильное отношение к этим детям. Нет детей с ограниченной возможностями. Мы просто не можем создать для них условия, зачастую, в нашем обществе, те условия, при которых они смогут делать что-то. Если ты не сделаешь пандус, то тогда он не сможет сходить в магазин. Его возможности будут ограничены. А как только ты сделал пандус колясочнику, то его возможности сразу перестали быть ограничены. Поэтому, в общем, все зависит от того, как общество относится к понятию ограниченной возможности ребенка, детей, инвалидов и так далее. Второй год Дмитрий и Матвей Шпаро пытаются перенести карельский опыт общения детей и хаски в Москву. В парке «Сокольники» они проводят реабилитационную программу, которая называется «По пути с хаски». В одном из центральных лесопарков на неделю разбивается лагерь, станция, воображаемый Северный полюс. Там с подростками и молодыми людьми проводятся занятия по освоению экспедиционной жизни и работы с ездовыми собаками. Участники узнают историю пород собак хаски и чукотская ездовая, учатся ориентироваться на местности, определять погодные условия, выполнять коллективную команду. И, конечно, самое приятное – катание на упряжках по лесным дорожкам парка «Сокольники». В Москву из Карелии приводят 30 хаски, которые в не очень привычных условиях общаются с московскими жителями. Собаки демонстрируют свой терпеливый характер, задорный и веселый нрав. Хаски – это очень хорошие собаки, ласковые, добрые. Я вообще очень люблю хаски, всегда хотела их иметь. Особенно понравились собаки, общение с ними и катание на собаках. Но больше всего еще понравилось, когда они нас водили по всему участку, и мы искали «Северное поле». Собаки очень милые такие, чудные, даже погладить можно, они не пускаются. Итак, награждается Гамайонова Екатерина! Одна из книг Дмитрия Шпаро называется «К полюсу». Сам путешественник достиг этой географической точки, но до сих пор пытается преодолеть новые рубежи. Программы его клуба, направленные на работу с самыми разными детьми, открывают для каждого ребенка полюс новых и неограниченных возможностей. Итак, друзья, громкие аплодисменты школе номер 65! Давайте поздали вот тем, что они прошли испытание настоящего «Северного поля». Продолжение следует...